11.07 в Кирове. В эфире программа «Разворот на бизнес». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Вот с корабля на бал, что называется. Я даже не заметила, как мы вышли в эфир. Въехали в эфир. Действительно, два пакета для бизнеса. Что положит предпринимателям к месячным каникулам? Такова тема нашего эфира сегодня. И надо сразу сказать, что две недели назад, когда у нас был разворот на бизнес, мы анонсировали практически гостей, которые у нас будут. Потому что мы встречали в этой студии тогда представителей общественных организаций, объединяющих бизнес. Сообществ предпринимателей. Совершенно верно. А сегодня мы пригласили в нашу студию Наталью Михайловну Кряжеву, министра экономического развития Кировской области. Добрый день, Наталья Михайловна. Добрый день. Артема Пищика, управляющего Кировским отделением Сбербанка. Артем Александрович, здравствуйте. Добрый день. На связи с нами будет Владимир Скобелкин, президент банковского клуба Кировской области, председатель правления 1-го Дор-Трансбанка. И во втором часе к нам присоединится Денис Смехов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. Наталья Михайловна после первого часа идет по своему расписанию на свои мероприятия. Спасибо. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете присылать ваше сообщение на Viber 8909 720 101 и 0. 8909 720 101 и 0. Мы с удовольствием будем принимать ваши звонки. Желательно, чтобы были четкие вопросы или конкретные предложения. Начинаем. Да, понятно, что параллельно идут две темы. Сейчас хедлайнерами являются всех статей в интернете и в соцсетях в том числе обсуждаются. Первая, естественно, безусловно, это борьба с распространением эпидемии коронавируса. Вторая, это вынужденные в результате принятых карантинных мер мероприятия, так или иначе влияющие на бизнес, в основном малый и средний бизнес, и те меры поддержки, которые сейчас декларируются, какие-то уже, возможно, начатые по поддержанию на плаву предпринимателей. Вот если говорить о том, заявили мы тему два пакета для бизнеса, почему? Потому что один из пакетов это федеральный, он озвучен уже и он дополняется там новыми-новыми какими-то мерами, каждый день мы что-то новое узнаем. Но основное это отсрочка в течение шести месяцев по уплате всех налогов, кроме НДС, по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества. Так это или не так мы уточним. А второе, это краткосрочные целевые кредиты, займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты сотрудникам целевым образом. Кроме того, есть девять отраслей экономики, которые сейчас названы наиболее рисковыми и которым вот эти меры поддержки в первую очередь будут предоставляться авиаперевозки, организация досуга развлечений, культура, физкультурная оздоровительная деятельность, турагентство и сфера туризма, гостиничный бизнес, общепит, организация доп. образования, организация конференций и выставок, бытовые услуги самого разного характера. Вот этот пакет мер, понятно, что он не исчерпывающий, он будет дополняться, но коль скоро мы сегодня у нас в гостях, министр предпринимательства, поддержки предпринимательства, министр экономического развития Кировской области Наталья Крежева. Наталья Михайловна, Кировская область, вы уже озвучивали, наверняка тоже ежедневно повестка несколько меняется, но вот основное, что мы можем сегодня, что область регион может на сегодняшний день предложить бизнесу в качестве мер поддержки? Наталья Михайловна, Кировская область. Наталья Михайловна, Кировская область. Наталья Михайловна, Кировская область. По муниципальному имуществу оно тоже реализуется. И по муниципальному имуществу такая рекомендация в сторону органов местного самоуправления тоже предоставлена. Как мера она числится. Наталья Михайловна, можно я уточню все-таки, когда мы говорим рекомендация, это значит предоставлю или не предоставлю? Или все-таки это жесткая рекомендация? Это очень жесткая рекомендация, потому что и надо понимать, что главы сейчас, главы районов, они как никогда сейчас ощущают, что, собственно, бизнес, малый и средний, это именно то, что является их основой. Будет ли это контролироваться, Наталья Михайловна? Обязательно, обязательно. То есть это не просто рекомендация, это практически указание к действию? Можно и так сказать. Что муниципалитеты должны в том числе и понимать о том, что, предоставляя эту меру, возможно, они могут принять какое-то иное решение. То есть не совсем, но все-таки облегчить арендные платежи для предпринимателей, это все вполне возможно и все вполне реально. Кроме этого, я бы хотела обозначить еще такие меры не финансового характера, но которые тоже очень серьезную роль играют в нынешнее время. Это моратории на проведение проверок. Такое решение принято на федеральном уровне в отношении всех федеральных органов, которые так или иначе осуществляют контрольно-надзорную деятельность. Такое решение на региональном уровне. И такие же жесткие указания даны органам местного самоуправления. То есть вот в этот период напряженный это тоже будет способствовать тому, чтобы не создавать какой-то ажиотаж лишнюю нервозность среди предпринимателей. Этот мораторий, он будет распространяться только на период непосредственно карантина или на более продолжительный период, когда уже бизнес начнет, собственно, работать? Сейчас обозначена в решении дата 1 мая в рекомендации, но я абсолютно с вами соглашусь, что это послабление вполне можно и продлить. Это вполне все возможно. Это решение по региональному контролю, оно в том числе в компетенции правительства Кировской области. Когда мы говорим вполне можно, нужно понять, от чего это тогда зависит. То есть вот федеральная рекомендация до 1 мая, все проверки убрать. Мы пока по федеральным идем рекомендациям, я пока вот не услышала, что... Ну чисто теоретически, что проверять до 1 мая, если никто не работает? Что может повлиять? То есть исходя из чего мы можем принять решение, правительство Кировской области примет решение, что мораторий нужно продлить. Вот какие должны сложиться обстоятельства? Сейчас все зависит от того, когда фактически те предприниматели, деятельность которых приостановлена в связи с карантином, приступят к своей непосредственной деятельности. То есть надо понимать, что 1 мая по проверкам, оно появилось в тот момент, когда еще действовал указ президента о недельном карантине. И поэтому на федеральном уровне мы тоже обращаемся к федеральному центру и просим, конечно, вот эту дату перенести. Потому что в нынешних условиях, когда до 30 апреля есть указ президента, конечно, эта дата должна быть не 1 мая, а гораздо позже. Нашим по оценкам это как минимум не раньше 1 июля. Ну это не касается, наверное, проверок, которые ведутся по контролю, работает предприятие, которое не должно работать, где создается массовое скопление людей или нет. Я бы хотела сказать, что да, конечно, и на федеральном уровне, и на региональном, и на местном проверки, связанные с соблюдением жизни, сохранности жизни и здоровья человека, они безусловно останутся. Потому что в нынешних условиях это особая тоже актуальность всем этим проверкам. Прервемся на 20 секунд буквально и продолжим. Два пакета для бизнеса. Что положит предпринимателям к месячным каникулам Наталья Михайловна Кряжева, министр экономического развития Кировской области в студии Артем Александрович Пищик, управляющий Кировским отделением Сбербанка. Наталья Михайловна, по тем мерам, которые сейчас уже приняты в поддержку бизнеса, мы продолжим. У нас буквально 2 минуты до первого звонка, и дальше у нас транспорт. — Значит, для компаний, которые осуществляют транспортную деятельность, мы в плане обозначили для себя вопрос, связанный с снижением транспортного налога. Это для них тоже достаточно, мне кажется, хорошая мера. — А цифры мы можем указать? Снижение до какой цифры? — Пока нет. — Это региональная или федеральная мера? — Это региональная будет мера. Кроме этого, мы в проработку взяли историю, связанную с аналогообложением по кадастровой стоимости. Это уж такая тема очень актуальная, и бизнес ее часто поднимает. Поэтому вот эти две меры. Хочу сразу сказать, что, во-первых, на федеральном уровне идет вопрос о расширении перечня тех отраслей, которые в наибольшей степени пострадали. И в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация, мы тоже будем оценивать и региональные отрасли. Возможно, у нас появятся несколько иные. И для каждого из них будем подбирать меры поддержки. — Предприниматели, мы уже говорили сегодня о предпринимательских сообществах, они достаточно оперативно сформировали свой перечень мер, которые они считают необходимо прямо сейчас ввести для поддержки бизнеса. Честно говоря, вот наши коллеги из «Бизнес-новостей» опубликовали еще на прошлой неделе, мы видим, что процентов, наверное, 60 из того, что было предложено, не рассматривается правительствами никаких уровней, ни федеральных, ни регионов. Просто так написано, не рассматривается там, да, или рассматривается, но непонятно в какие сроки. Анализировали ли вы эти предложения, и какие из предложений почему невозможно рассматривать? — Во-первых, эти предложения действительно поступали в адрес у губернатора и председателя правительства, и к нам, Министерства экономического развития, и они у нас сейчас все в проработке. Я не могу делать вывод, почему ваши коллеги там обозначили, что эти или иные мероприятия не в проработке, на самом деле все в проработке. Мы в том числе думаем и под упрощенной системой налоговложения, о которой предприниматели писали и просили нас включить как меру поддержки, была рекомендация по ЕНВД. Но хотелось бы обратить внимание, что все-таки часть мероприятий, это существенная часть с точки зрения расходов регионального бюджета, она уже в плане обозначена. Когда мы в пятницу собирали комиссию по устойчивому развитию экономики, Игорь Владимирович обозначил очень четко позицию — это первый пакет мер наших. Да, мы сейчас, возможно, включили в большей степени развитие тех мер, которые связаны с федеральными структурами. Но мы активно общаемся со всеми субъектами Российской Федерации, и субъекты, которые, так скажем, уже жестко приняли решение сверх каких-то посылов, которые даются федерации, — это практически единицы. Да, Наталья Михайловна, можно приведу пример тогда из тех мер, которые не рассматриваются, вот отмеченные коллегами из БН. Не индексировать тарифы на услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций на 2020-2021 годы. Было предложение от бизнеса. Вопрос не рассматривается. Предложение. Не пересматривать в сторону увеличения кадастровой стоимости имущества в 2020-2021 годах. Я вам сказала, что есть. Да. Это на есть. У коллег написано «не рассматривается». Сейчас мы можем сказать, что... Это официально в плане стоит. В плане стоит официально. Отсрочка оплаты выкупной стоимости недвижимого имущества и отсрочка оплаты по заявлениям лиц, с которыми закончены договоры купли-продажи с условием рассрочки до конца 2020 года. Не рассматривается. Но еще раз вам говорю, это нельзя сказать о том, что вот мы сейчас конкретный момент эту меру не рассматривают. У нас в любом случае все отраслевые органы власти подключены к этому вопросу, и каждое из этих предложений, оно прорабатывается. Ситуация меняется каждый день. Конечно. Оно не прорабатывается с точки зрения дать-не дать. Там ведь есть и достаточно серьезные юридические аспекты, но которые вообще... Бизнесу сейчас должно быть максимально удобно и комфортно. И вот этими вещами, я думаю, мы не будем сейчас просто об этом даже говорить. Механизмы будут, будут понятные условия, и мы оцениваем эффект от этих мер. У нас внутри в проработке есть те меры, которые вообще, например, бизнесом не предлагались, и у нас идут консультации сейчас с федеральным центром. Как только мы получим подтверждение, что окей, мы их озвучим обязательно. Все-таки вот мы ждем просто звонка, к нам должен подключиться Владимир Скобелки. Но до этого, Наталья Михайловна, обозначить, пожалуйста, в какой ситуации находится региональное правительство. В полностью зависимое от решения о федерации сверху. Можно, нельзя вот это рассматривать, вот это не рассматривать. И продекларированный федерализм как раз в решениях по противодействию распространения ковид и поддержке в том числе предпринимательского сообщества реализуется в полной мере. То есть есть какие-то вещи, которые на региональном уровне точечно правительство может внедрять. Это как в любом вопросе. У нас есть разделение полномочий между федеральным уровнем и региональным уровнем. И еще раз повторюсь, что федеральный уровень, он принимает решения, которые затрагивают и региональные, так скажем, возможности. Это вот если мы будем говорить о рассрочке по налогам. Но мы можем предлагать и свои меры, это все вполне возможно, но мы должны взвешивать эффективность этих мер, да, и вообще целесообразность их принять. У нас добрый день, Владимир Гаврилович, на связи Владимир Скобелкин. Добрый день. Да, президент банковского клуба Кировской области. Владимир Гаврилович, специально подключили вас практически в самом начале программы. Почему? Потому что банковская сфера является такой системообразующей при каких-то ситуациях, связанных с кризисными явлениями у бизнеса. Да, и банки могут подставить плечо в этой связи. Хотелось бы в первую очередь обсудить, было выступление Эльвиры Набиулиной, руководителя Центробанка 3 апреля, в котором говорилось о том, какие меры Центробанка. Там на самом деле немного было озвучено, но как оценивается состояние экономики, что ожидает Центробанк в банковской сфере, каким образом будут банки стимулировать и поддерживать. Вот насколько вы оцениваете, каким образом оцениваете это выступление, каким образом ощущаете себя в текущей ситуации. Кировские банки в целом как бы как представитель Кировского банка сообщества. Да, спасибо за вопрос. Тут есть несколько позиций, которые сразу бы я хотел озвучить. Но первое и главное, то что реакция Центробанка на те события, которые стали происходить у нас в последнее время. То есть вот это выступление главы ЦБ буквально 3 апреля практически в течение той первой карантинной недели, это уже реакция на ситуацию, которая у нас сложилась. Более того, 13 апреля у нас уже запланирована вторая сеть в плане вопросов ответов Центробанка. Мы говорим, почему так подробно, потому что Центробанк очень высоко эту позицию оценивает. Мы сейчас с вами видим, что достаточно устойчивое мнение ЦБ, которое не видит здесь жестких кризисных явлений, которые ситуация экономическая находится под контролем. В частности, что в перспективе возможно снижение ключевой ставки в течение этого года. Целый ряд мер был предпринят, озвучен в части физлиц-заемщиков, в части юридических лиц-заемщиков, в части предоставления кредита на получение заработной платы. То есть мы понимаем, что Центробанк полностью держит руку на пульте в данной ситуации. Ну и, соответственно, реакция банковского сообщества. Если где-то в начале недели, на прошлой неделе карантинной, было ограниченное количество офисов, которые работали, то сейчас я вижу, что банки стали более активно подключать свои офисы в обратный режим, потому что спрос на финансовые услуги, он ведь никуда не делся. И звонят, конечно, банки сейчас перешли в новую форму. Это электронное обслуживание, основное электронное обслуживание, но, тем не менее, открытый офис банка, оно все представляет определенный позитив в тех заемщиках, в клиентах, в физических, юридических лицах, которые работают вместе с нами. Спасибо. То, что Центробанк ожидает сокращение прибыли российских банков в 2020 году, это понятно, но при этом отмечается, Эльвира Набиулина отметила, что финансовые системы банки подошли к периоду пандемии в достаточно хорошем состоянии, и есть возможность пройти этот период спокойно. Что это значит? Ну, у каждого же банка создан определенный финансовый задел на любую русскую ситуацию. Отставить не оговариваться, пандемия это или не пандемия. Подушка безопасности есть в каждом банке, за счет которой банк будет создавать дополнительные резервы, чтобы пройти вот этот сложный период. Вот, если коротко, то это будет выглядеть так. Ну и в целом во взаимоотношениях с кировским бизнесом что-то уже есть, какие-то тревожные звонки, или пока все спокойно, и никаких обращений за перекредитовкой и так далее, вот этого ничего нет? Нет, звонки рабочего формата, безусловно, не есть. Но слово «тревожное», которое вы употребили, оно не совсем актуально. Вот этой тревожности нет. Есть общая ситуация, которая у нас сложилась в целом в экономике. Но то, что вот сейчас все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, я искренне рад, вот ему было бы сказать, что такого чуда, конечно, не наступило. Работают все в напряженном режиме, но вопросы, которые возникают, мы стараемся их снимать по мере их возникновения. Да, спасибо большое, Владимир Скобелкин, председатель правления АО «Первый Дор Трансбанк» и президент банковского клуба «Кировская область». Знаете, я слушаю коллеги сейчас нас всех, и такая благостная картина рисуется, честное слово. Кризиса нет, все хорошо. Пандемия, не пандемия, мы ее пройдем. Правительство работает. Бизнес только почему-то вот на самом деле очень тревожится. Бизнес пишет письма, вся сеть завалена требованиями, тревогами и прочее. И ты понимаешь, что действительно что-то такое происходит, да? Ты ходишь на улицы, ты ходишь в магазины, ты понимаешь, что офисы закрыты, ты видишь, что просит ставку снизить по кредитам, отсрочки и прочее. Но у нас все хорошо. Мы все пройдем. Наталья Михайловна, во-первых... У меня как у обывателя какое-то состояние... Вот сейчас у меня какая-то, да, просто сознание делится пополам. Вы знаете, вот у нас первое, что когда вышел указ, у нас была организована горячая линия. И поверьте мне, еще до обращения всех общественных объединений предпринимателей мы принимали тысячи звонков в течение дня. Спасибо, кстати, я хотела бы сказать коллегам, которые подключаются к этой работе, помогают нам работать на этой горячей линии. Всем огромное спасибо. И звонков, и просьб было очень много. И, возможно, это было связано с тем, что с точки зрения нашей экономической истории мы еще никогда не были в этой ситуации. Мы просто не были в этой ситуации. Конечно, предприниматели хотят четкого ответа, когда они смогут начать работать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что мне делать с людьми, которые на меня работают, чем им платить заработную плату? Третий момент. А что будет дальше? Потому что малый бизнес, он даже на горячую линию задавал вопрос о том, что ну ладно, мы как бы быстро откроемся, а у нас крупные предприятия откроются, они будут работать, люди будут получать заработную плату, они придут ко мне за товаром, за услугой, еще за чем-то. Поверьте мне, мы их приняли достаточно большое количество. Конечно, те предложения, которые поступили, они обобщенные были, и у нас тоже такое обобщение идет. Было, возможно, некоторый информационный провал с точки зрения вообще, как организовать работу, если, например, я даже в силу указа могу работать, например, непрерывная компания, услуги связи, транспортная, каким образом. И сейчас мы стараемся максимально оперативно все эти вопросы решать. Наталья Михайловна, у нас минута до перерыва, скажите, пожалуйста, вот Игорь Владимирович Васильев, который был в этой студии на прошлой неделе, он сказал, задают вопрос все, будут ли вливания федеральных денег в поддержку бизнеса. И этот вопрос остается, особенно, когда мы сравниваем с мерами, которые приняты в западных странах. Вот те, опять же, те выпадающие доходы, которые несет или понесет, предположительно, региональный бюджет, будут ли они каким-то образом поддержаны, или это будут деньги из нацпроектов, которые оперативно перенесены. С того момента, когда Игорь Владимирович на вашем месте сидел и говорил, что да, федеральные деньги придут и в Кировской области, как только об этом будет сказано, что-то изменилось? Значит, ситуация сейчас следующая. Значит, во-первых, по поводу национальных проектов. По факту, это защищенные статьи. То есть, в любом случае, реализация национальных проектов, она будет продолжаться. И надо понимать, что некоторые национальные проекты, они напрямую связаны с экономикой. Если мы будем говорить дорожное строительство, либо строительство каких-то объектов, это все деньги, которые получат конкретные предприниматели. Буквально сегодня мы еще раз разговаривали с Минеком Российской Федерации, вот именно по поддержке мер. Они действительно слышат субъекты, и они понимают, что деньги на поддержку предпринимательства нужно дать. И мы ждем от них это решение, какую сумму мы получим. Потому что сейчас, пока нам сказали, 15 миллионов рублей на фондирование областного фонда. Это не та сумма, с которой можно решать эти проблемы. Спасибо. Сейчас проживаемся на короткую рекламу, и, наконец-то, мы с Артемом Писчиком начнем разговор. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем наш эфир и говорим сегодня на тему о пакетах поддержки для бизнеса. То, что касается государственных, региональных мер поддержки, в общих чертах мы уже обсудили. Но есть большой пласт именно поддержка с точки зрения займов банковских, потому что предприниматель не может жить без заемного капитала. И как быть, если на сегодняшний день деятельность остановлена, а есть определенные, немалые, наверное, обязательства, которые ежемесячно заемщик должен исполнять, предприниматель должен исполнять перед банком. Артем Писчик, управляющий Кировским отделением Сбербанка, мы уже до начала программы вкратце обсудили те меры, которые банк в качестве поддержки может предложить предпринимателям. А вот как это осуществляется и каков объем этой поддержки? Это мы с тобой обсудили до эфира, но это же не слушали наши слушатели. Поэтому, Артем Александрович, что Сбербанк на сегодняшний день делает для того, чтобы каким-то образом помочь бизнесу? Да, действительно, поверхностно обсуждали, но я бы ключевой момент, на котором хотел остановиться, это все-таки важная история, когда не какой-то отдельно взятый банк предпринимает какие-то меры поддержки или еще что-то. Мы понимаем абсолютно, что здесь важен комплекс мер, которые так или иначе будут в конечном итоге давать результаты. Об этом уже ранее сказали, тут и важны действия и налоговых органов, и контролирующих органов, и банковской сферы. И, что немаловажно, в конечном итоге, конечно, сферы потребителей, собственно, которые являются для нас ключевым образующим элементом и формирующим успешную экономику. При этом мы объективно понимаем, что текущая ситуация никоим образом не связана с каким-то банковским кризисом или в чистом виде экономическим кризисом, а все-таки мы с вами живем в условиях определенных сложностей, связанных с коронавирусом, с вирусной ситуацией. И здесь, конечно, очень важно постараться найти тот баланс, когда пик заболевания будет преодолен, и мы все-таки должны быть готовы к тому, как мы в этот режим должны будем выйти. А на текущем этапе, я все-таки для себя вижу, ключевая задача – это преодолеть именно вирусную инфекцию и все, что с этим связано, и обеспечить те меры поддержки, которые позволят из этого кризиса выйти достаточно успешно. Что касается банка, то понятно, мы работаем во многих направлениях и для себя видим возможности, не только связанные с финансированием деятельности предприятий или рассмотрением возможности реструктуризации различных, дополнительного финансирования, связанного с выплатой зарплаты, о которых много достаточно говорили. И, на мой взгляд, важно обеспечивать, а вот Светлана уже озвучила про некую успокоенность. Успокоенности точно никто не чувствует. Банк должен обеспечить своевременность, поведение расчетов, обеспечить все потребности населения, связанных с наличными деньгами, если такая потребность возникает, с валютными ожиданиями и всем прочим, обеспечить работоспособность своих офисов. Но, что немаловажно, в текущих условиях, в том числе, обеспечить оперативный доступ ко всем сервисам, в том числе и в удаленном режиме. То есть нам важно действовать очень комплексно, и поэтому мер поддержки, они, во-первых, список сейчас не закрыт, он формируется. Мы работаем по-хорошему с колес, и здесь, наверное, ну таких три ключевых фактора, которые все мы должны сделать. Это повышенная информированность, чтобы предпринимательское сообщество, население понимало, что происходит, что можно и нужно сделать, а чего лучше и не делать, а где-то переждать. Это доступность, в том числе финансовая и экономическая доступность. Ну и, как я уже сказал, банки, в первую очередь, должны обеспечивать проведение всех необходимых действий, платежей, чтобы экономика тоже в конечном итоге не встала, а все расчеты проходили вовремя в свое время. Что касается как раз предпринимательского сообщества, все-таки ключевые, ну я для себя вижу там два ключевых направления. Первое – это возможность реструктуризации, как вы сказали, долга на какой-то период, но это носит заявительный характер, то есть предприниматель должен обратиться в банк? Конечно. Ну, во-первых, предприниматель должен для себя дать оценку все-таки, как он видит свои перспективы в текущих условиях, ну потому что каждый человек принимает решение, да. И предприниматель в той или иной степени может принять решение, что да, я понимаю, что условно там через полгода, когда ситуация нормализуется, мой бизнес выйдет на прежние рельсы, и в этой перспективе я вижу какие-то дальнейшие, ну позитивные изменения, обращается в данном случае в банк с предложениями, рассмотреть варианты, как поступить с теми финансовыми обязательствами, которые у него в настоящий момент есть. Это возможно делать в онлайн-режиме? Это нужно даже делать в онлайн-режиме, я бы рекомендовал офисы, неважно банк или любых сервисных организаций посещать только в крайнем случае. Есть сайты, есть горячие линии телефона, наши клиенты могут подать заявку через интернет-банк, мы в оперативном порядке рассматриваем, и в случае крайней необходимости можем уже пригласить клиента в офис. Реструктуризация предполагает отсрочку на какой-то период? Отсрочку, причем все рассматривается индивидуально, отсрочка там возможна на различные сроки, там до полугода, причем мы можем рассматривать варианты отсрочки как основного тела кредита, как мы это называем, так и отсрочку по уплате процентов. То есть схем на самом деле очень много. И важно понимать, что правительством сейчас обозначено 9 ключевых отраслей, которые пострадали наиболее от коронавирусной инфекции, все, что с этим связано. Возможно, они будут дополняться, эти отрасли. Конечно, мы абсолютно уверены, что эта печень будет дополняться, потому что для меня, например, пока есть абсолютное понимание, что мы обязательно индивидуально должны рассматривать все, что связано с розничной торговлей, потому что, ну, как некая такая кровеносная система, связанная с потребительским спросом, тоже нуждается в поддержке. А второе – это беспроцентные кредиты на целевые кредиты, на выплату заработной платы. Ну, здесь, на мой взгляд, тоже достаточно много информации, если ее не хватает. Мы в том числе сейчас готовим совместно с Минэкономразвитие памятку и дополнительно еще бизнес-сообщество еще и памятку эту разошлем. Если тезисно, то, да, возможно, получить кредит на выплату заработной платы, которая рассчитывается, исходя из 6-месячного минимального размера оплаты труда и численности работающих на предприятии. Это касается всех предприятий или отдельных отраслей? Это касается на данный момент только тех отраслей, которые включены в перечень наиболее пострадавших, вот на которых, я уже сказал, 9 отраслей. А остальные отрасли наверняка тоже обращаются и говорят, ребят, мы тоже страдаем вообще-то. А если представитель из отрасли, которая не относится сюда... Я не в списке, но у меня проблема... Показал фактическое сокращение оборота... Обращаются же, Артем Александрович? Ну, вот смотрите, таких прям острых обращений, к счастью или, может, к сожалению, не знаю, по Кировской области я пока отметить бы не мог. Во-первых, это вселяет определенный оптимизм в том числе, но прямо всплеск обращений на реструктуризацию, на пересмотр условий, ну, пока мы не отмечаем объективно. Но мы к этому готовы, и мы готовы рассматривать все обращения, в том числе, связанные с любыми жизненными, экономическими или финансовыми ситуациями. То есть я правильно понимаю, что Сбербанк в данной ситуации, он, независимо от того, какие списки приоритетных или неприоритетных отраслей определяет правительство, со всеми своими клиентами сейчас работает в режиме решения вот этой кризисной ситуации. Если ты, там, у тебя бизнес, который не входит в эти шесть отраслей, 9 отраслей, ты можешь идти в Сбербанк, разговаривать со своим менеджером, и дальше мне интересует вот логика работы. Как быстро, как оперативно решаются, там, рассматриваются запросы бизнеса, ну, потому что вот человек приходит... Такая история, ведь еще мы не зря говорим про страхи, да, вот когда стрессовая, кризисная ситуация, здесь тебе не до рассмотрения в 3-х, 5-и, 7-и месячный период времени. Тебе страшно здесь и сейчас. У тебя бизнес, у тебя там сотрудники, как вот Наталья Михайловна в перерыве рассказывала, когда говорит бизнесмен, я приведу к вам, Наталья Михайловна, всех своих парикмахеров, и разбирайтесь с ними, как вы будете платить им зарплату. Ну, потому что продекларировано, да, что люди должны сидеть по домам, И именно такие заявления-то и есть. Вот и в сообщениях, которые там вот публикуются и направлены в правительство, между прочим, с требованием вашей отстаки, Натальи Михайловны, если вы не справитесь, да, вот именно так и заявляется, что вот я сейчас в тревоге, и в тревоге мои сотрудники, и моя семья, и что мне делать? И, может быть, даже приходят не с конкретными предложениями, а вот просто с этой тревожной ситуацией, и просят, отмените мне всё, сделайте мне здесь нулевую ставку, есть же такое, сделайте мне здесь нулевую ставку, дайте мне денег на зарплаты, дайте мне денег на информацию в СМИ, дайте мне денег на рекламу, вот представители, например, НКО и МСП вчера тоже об этом говорили, то есть сосредоточиться сложно. Как здесь Сбербанк работает, когда приходит такой тревожный клиент? Ну, я всегда исхожу из позиции, что каждый кейс надо рассматривать индивидуально, это раз, и каждый клиент, он, по сути, уникальный, и надо искать просто варианты. Причём вы эти варианты уже частично тоже назвали, то есть если банк, например, не видит возможным на текущем этапе, или не видит прям большой целесообразности пересматривать существенные условия того кредита, который существует, или у нас на законодательном уровне какие-то есть ограничения с этим связаны, мы же можем поискать варианты, как помочь в том числе через фонды поддержки, через правительственные программы посмотреть. А это дело банка? Или вы просто говорите, идите в фонд поддержки? Нет, я вот с этого и начал, собственно, с этого тезиса, что вообще это абсолютно совместная задача. И, конечно, мы с правительством рассуждаем с точки зрения, что мы в этой области живём, работаем, и наша совместная задача, в том числе и совместная с бизнесом, способствовать тому, чтобы в области всё было хорошо. — Татьяна Михайловна, поскольку нас покинет после этого часа, я ещё всё время раскрываю, значит, карты, о чём мы говорим, до, между и так далее. Татьяна Михайловна и Артём Александрович, они тоже до эфира говорили, так, следующий наш шаг какой? Давайте ещё вот это сделаем и вот это. В том числе речь шла об открытых встречах, приёмах и разъяснениях. Вот очень важно сейчас прозвучало, что нужно понимать, что вас не футболят, идите вот с этим вопросом туда, а тут там разбирайтесь. А вот сейчас объединение вот этих усилий, крупных структур, от которых всё зависит, под структурами и правительство имею сейчас в виду. Вот сейчас какой посыл бизнесу, Наталья Михайловна, в том числе и тому, который требует вашей отставки в случае, если вы не справитесь? — Посыл, он вполне понятный и ясный о том, что любые решения, которые сейчас мы будем принимать, из этих решений нужно убирать эмоции. Эмоции, они никому не нужны, и они бывают крайне деструктивны. — Это сложно сейчас делать. — Я понимаю, но уважаемые предприниматели, уважаемые все коллеги, мои в том числе, но вот если мы с вами сейчас упадёмся в эмоции, конструктива от нас точно никакого не будет. А если мы будем всё-таки стараться в себе найти конструктив и всё-таки дать возможность правительству Кировской области принять взвешенные решения, потому что решения, облечённые в виде законов конкретных, по субъектам — это единичный случай. Мы в любом случае свои решения затягивать не будем, но они должны быть максимально эффективны для бизнеса в первую очередь. — И скажите, пожалуйста, в ближайшее время вы планировали сейчас некие тоже встречи, эфир, вот в каком режиме вы работаете, приём? — Значит, во-первых, у нас на сайте «Мой бизнес» мы постараемся организовать, у нас тоже есть определённые решимы там, не буду говорить самоизоляции, но ограничения по работе мы не можем собирать большие, мы подумаем над каким-то форматом, но, скорее всего, какой-то возможность интерактива, чтобы мы рассказали ещё раз, как, куда, зачем и почему, возможно, с несколькими банками, потому что тут тоже такая история должна быть конкурентная тоже в этом вопросе. Значит, мы устроим какой-то интерактив с возможностью задать вопросы и ответить на эти вопросы предпринимателям, как им действовать в этой ситуации. Значит, в любом случае, телефон горячей линии нашей 410-410 на базе центра «Мой бизнес», он продолжит свою работу. Мы принимаем все эти предложения, все вопросы, которые есть. Да, мы в некоторых случаях отправляем предпринимателей за более узкой консультацией, либо его сотрудников, что тоже бывает, в трудовую инспекцию, либо в Роспотребнадзор, но это просто в силу того, что требуются какие-то узкие ответы уже на вопросы. Поэтому мы работаем, мы открыты максимально для всех предложений. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что ни одно предложение, которое направлено от предпринимательского сообщества в наш адрес, оно не отфутболен, оно в работе. Спасибо, Наталья Кряжева, министр экономического развития Кировской области. Мы с вами, Наталья Михайловна, прощаемся. Продуктивной вам деятельности сегодня. А с Артемом Пищиком, управляющим Кировском отделении Сбербанка, продолжим через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова